если вас есть пересадкой вы выходите в зону багажа на выход выходите в аэропорт идете на свой стыковочный рейс по эскалатору на второй этаж везде ориентируйтесь на табличке domestic departure есть поднимаемся еще на один этаж выше после того как вы идете на следующую регистрацию то есть на гейт вы проходите проверку ручной клади вот она поэтому если у вас есть кофе вода вам это надо выпить до прохождения проверки ручной клади вот если у вас есть запакованная еда ее можно взять с собой вот как мой любимый оператор моя жена сейчас в срочном порядке есть салат но салат можно оказывается пронести с собой и будьте внимательны будьте внимательны в вашем посадочном время вылета 6.50 но boarding то есть gate закрывается в 6.20 то есть вам нужно быть в 6.20 максимум на выходе к вашему самолету не опаздывайте здесь никто никого не ждет вот вам еще раз снимаю аэропорт анкары третий этаж ориентируемся на внутренний доместик когда вы прилетели в аэропорт анкара зашли на табло где видите регистрацию не спешите там покупать поесть так как все что вы там купите у вас просто заберут но если вы например купите кофе вы не сможете с ним пройти через контроль в ручной клади если будет еда герметически запаковано с ней пропустят но там не такой большой выбор там буквально несколько ресторанчиков маленьких в том числе и старбакс там есть до ручной клади но после того как вы прошли проверку ручной клади здесь есть несколько ресторанов очень добротной едой где можно покушать поэтому по привезу в аэропорт не спешите покупать покушать пройдите ручную гладь спокойно зайдите вот в такое приятное место покушайте вот и продолжите свое путешествие вот сейчас мы так и сделаем если вы летите с маленькими детками есть комната матери ребенка напомню это внутренний терминал то есть для рейсов которые осуществляются по турции не международный сейчас у нас 7 7 утра по нашему времени по местному времени 8 утра по ощущениям наверно градусов 18 19 в принципе можно ходить спокойно в футболке и это вот то зачем мы сюда приехали я думаю часиков 10 может быть мы и покупаем телеводинка физика красиво зато нет дождя тумана снега то чего мы хотели поехали в отель друзья когда вы летите на на рейсе с пересадкой прилетая с аэропорта анкара по аэропорту анталия например вы не проходите всех процедур проверки паспортного контроля то есть по прилету вы внутренним транспорте попадаете сразу же к своему багажу пойдемте искать свой багаж так значит наш рейс анкара анталия честно говоря один момент хотел уже просто идти на выбор приезжаю сюда как на маршрутке так обратите внимание по прилету в аэропорт у анталии сразу же есть тоже дитифри если вы что-то забыли купить или нужно что-то привезти здесь можно это все приобрести аэропорт анталии превращается в какой-то домашний аэропорт нигде нету нашего рейса с нашим багажом но все знают что это стойка 106 ну когда подойдете к информационной доске те девочки которые работают на обмене валют наверное вам подскажут по-другому я не вижу вариантов нам сказали идти на 106 стойку ну что ж пойдем на 106 стойку завтрак в отеле виксис премиум белек и и и и и и и и сухопрукты запакованный мед шоколад Так, здесь детский уголок, детское питание, значит хип, йогурт и кефиры. Так, есть микроволновка, детское питание, а здесь такой лёгкий детский уголок. Вот, кстати, то, что отличает этот отель от многих. Генетическое питание, детское мясо, горячок, морковка, брокоди, гречка. Здесь что-то вроде свекольный суп. Пойдёмте дальше. С ресторана открывается прекрасный вид на море. Я вот, например, всегда люблю кушать вот здесь. Главная терраса, там у нас уже пляж. Смотрите, сколько пончиков. Друзья, сегодня 28 ноября, уже где-то полодиннадцатого дня. Температура приближается к 20. Сейчас попробуем пойти покупаться. И вот это именно то, ради чего можно поехать в Турцию в декабре месяце. Ну, будем называть, что уже декабрь, да, то есть два дня до декабря. Вот, фактически начинается зима. И вот так вот можно перезимовать в Турции. Субтитры сделал DimaTorzok